Уважаемые коллеги, 20 марта, а мы сеем, а мы обрезаем деревья, а война идет. Ну что ж, надо жить, продолжать жить. Итак, мы находимся на приусадебном участке, где мы раньше еще, 4 года тому назад, посадили сад косточковой группы, семечковой. Это черешни, персики, сливы на полукарликовых подвоях, и на карликовых подвоях грушу и яблоню. Начнем, значит, с черешни. Первое, что мы должны сейчас посмотреть и увидеть, какие есть видимые поражения болезнями и вредителями. Вот мы смотрим штамп, места отхождения боковых веток и делаем такое заключение, что тут бактериозов на черешне нет, что тут щитовки и других вредителей нет, что сад находится в хорошем состоянии. Итак, после этого мы должны произвести сейчас обрезку, а потом обработку профилактическую препаратом 30 и медсодержащими препаратами. Итак, как же сначала надо оценить именно габитус дерева? Что мы тут видим? Мы видим, что короткие веточки уже обросли плодовыми образованиями. И что в средней и нижней части дерева однолетние приросты не больше 60 сантиметров. Поэтому именно и тут образовались плодовые образования. Смотрим вверх, ага, тут уже до метра однолетние приросты и видим, что тут плодовых образований нет. Поэтому, так как дерево уже четвертая вегетация, мы можем после обрезки действовать такими разрешенными препаратами Министерством здравоохранения Украины, как фитогормоны, чтобы уменьшить вот этот однолетний прирост, уменьшить его рост, уменьшить расстояние между почками и стимулировать закладку плодовых образований. Итак, оценяя общее состояние дерева и ставя ему по 10-ти балльной системе 8 баллов, мы начинаем обрезку. Первое, начинаем с крупных элементов, а потом только косметическая обрезка. И так надо поступать со всеми. Именно для косточковой группы, именно для черешни, потом для абрикоса, для сливы важен вот этот закон или аксиома, которая не подлежит другому. Итак, аксиома заключается в том, что однолетний прирост не должен быть больше 60 сантиметров. Что на сливе, что на абрикосе, исключение составляет персик. Мы когда подойдем к нему, там будет совсем другой разговор. Итак, первое, крупное. Смотрим вниз. Видите, вот веточка? Она самая нижняя, самый нижний ярус, вот эта веточка. А вот выше очень хорошо развитые две ветки. Так вот, запомните, вот эта веточка, она не желез. Она будет только оттягивать полезные вещества, она будет влачить горькое свое существование. Будут тут плоды, но она будет общий вес плодов всегда оттягивать и общее развитие дерева оттягивать. поэтому в данном случае мы должны эту ветку убрать. Она как раковая опухоль вот тут. Эту ветку, пожалуйста, уберите эту ветку на кольцо. На кольцо надо убирать не так, как на самичковых, а оставлять хоть полсантиметра. Меня еще туда ближе... Вот так вот, да. Смотрите. Вот убрали мы на кольцо и оставили маленький пенечек. Если тут произойдет заражение бактериозами или просто он начнет засыхать, то это заболевание или физиологический процесс он не затронет ксилему штамба. Это очень важно. Все косточковые надо слегка оставлять небольшой пенечек. Итак, мы это недоразумение убрали. О! Остались уже ветки, которые будут плодоносить. Теперь смотрите. Вот первый ярус две хороших ветки. На них уже плодушки и однолетние приросты не больше 60 сантиметров. Сейчас мы только вот тут проведем только проведем косметическую обрезку. Вверх. Вверх. Вот сейчас надо работать с верхом. Итак, сюда поставьте, пожалуйста. Отлично. Отлично. Вверх. Запомните, в любом дереве или это семечковая группа, или это косточковая группа, верх никогда не должен быть в виде рогатки. Итак, мы удалили одну ветку и сейчас сократим эту ветку на повторный рост. Центральный проводник на повторный рост. Потом, когда уже перед сокодвижением, буквально через неделю, нам надо оставить две почки и через почку вот тут вот так вот удалить. этим мы избавим нас от кербовки. Кербовку на черешне проводить я не рекомендую никогда. Этим мы стимулируем рост боковых веток с оставшихся почек. И боковые ветки будут идти под горизонтальными углами. Итак, верхушка у нас сделана. боковые ветки, которые идут горизонтально, мы не трогаем и мы их не укорачиваем. Иначе, если мы укоротим, тут будет буквально несколько разветвлений и мы сделаем только хуже. Итак, вверх мы обрезали именно верхнюю часть стамба. Итак, буквально тут нам надо сделать следующая операция. Вот эта вертикальная ветка, она метр. Она тут не должна быть и она будет затенять центральный штамп и боковые ветки. Мы должны ее удалить на боковую ветку, менее развитую. Отлично, удалили. Дальше смотрим. Такая же самая ситуация. Ветка, которая метр, а вот тут уже послабее ветки, эту ветку, которая метр, мы должны удалить на боковую ветку. Отлично. Итак, после этих операций мы смотрим, что у нас остались боковые ветки с тупыми углами отхождения, что нам и надо. Теперь, после того, как мы сделали генеральную обрезку, мы делаем косметическую обрезку. В чем она заключается? Ни в коем случае не укорачивать однолетний прирост. Первое, нам надо ни в коем случае, чтобы из одной ветки отходящая штамба было много веток разветвлений. Этого делать не надо, потому что будет загущаться крона и не будут образовываться плодушки. Смотрим, что нас тут загущает крону. Вот эта веточка и вот это. Мы их удаляем. Но, так как у нас подвой полукарликовый и этот сорт, он не относится к сортам высокой производительности, мы оставляем окурки. И вот в местах отхождения от главной боковой ветки, в этих местах от курков будет образовываться плодовое образование. Видите, как мы хитро сделали. Дальше смотрим тут. Вот эта ветка слабее, чем эта. Это отлично. Поэтому, ну, тут будет загущение, особенно вот эта ветка накрывает эту. Значит, мы ее должны удалить на окурок. Мы и эту ветку должны удалить на окурок. И на следующий год получим тут плодовое образование. Смотрим дальше. Вниз эта ветка идет строго вниз. Она будет мешать обработке почвы и так далее и тому подобное. Но, вот плодушка отлично. Что мы делаем? Мы ту веточку оставляем. Она будет плодоносить. Она небольшая. Смотрим дальше. Не больше метра. Отлично. Вот эта ветка строго вниз идет. Оставляем окурок для того, чтобы плодоношение было намного больше. Веточка, которая сухая, мы удалили. Теперь на ту сторону смотрим, что у нас тут. Я бы сказал, что черешня тут довольно удачно обрезана в прошлом году. Вот эта слабенькая веточка, сухенькая, мы ее сразу уберем. Вот тут непорядок. вот тут непорядок. Значит, вот это хоть она и не сильно развита, но все же таки мы ее удалим на эту боковую веточку. Снова эту мы удалим на вот эту боковую веточку. Тут у нас уже нагрузка идет. Эта ветка накрывает эту ветку будет затенение. обрезали на окурок. Эта ветка затеняет эту ветку. Обрезали на окурок. Фактически мы закончили обрезку кроме вот этой ветки, которую мы тоже удалим на окурок. Все. Итак, четырехлетний саженец черешни сорта саммит обрезан. Теперь осталось обработать препаратом 30, медсодержащим препаратом и потом смотреть, чтобы не было какомикоза. Какомикоз это такое грозное заболевание. Листья поражаются, поэтому надо обрабатывать препаратами такими как луна сенсейшн, такими как сигнум, это фунгициды широкого спектра действия. И мы как говорится профилактику проведем загнивание плодов, если такое может наблюдаться. Вот. И профилактику какомикоза листьев черешни. Из заболеваний и из вредителей это муха весневая надо когда черешня в бланшированной спелости когда уже появляется окраска надо обработать препаратом калипса и мы червячка в черешне никогда уже не найдем. Вот в принципе вот так вот мы охарактеризовали работу с черешней в весенний период. Уважаемые коллеги продолжаем наш мастер класс и так мы видим сливу на подвое пумиселект карликовый подвой сорт топ хит а тут немножко развитие сливы по другому развита чем у черешни тут хорошо развит центр кроны и вверх а вот уже первая часть кроны первый ярус только одни яловые ветки ну поймите одно что этот приусадебный сад небольшой все-таки тут хозяин он не профессионал вот поэтому немножко тяжеловато приходится но ничего мы сейчас сделаем ракурсы тут и так смотрите помните я говорил что если однолетний прирост больше 60 сантиметров то такое дерево просто вегетирует и направленность на урожай у него отсутствует и так обрезка начинаем с веток которые тут не должны быть и вот внизу слабые две ветки а накрывает их сильные значит никогда тут не будет толка и урожая мы эту слабую ветку должны удалить это первое второе в принципе тут уже никаких таких нету недоразумений смотрим вверх вот вверх центрального проводника мы видим тут под острым углом нижняя ветка и вот рогатка это плохо не должно быть рогатки и так что мы делаем мы ветку которая под острым углом срезаем на почку которая смотрит от оси центральной почка туда и ветка будет расти горизонтально эту ветку так же само мы срезаем на почку которая направлена горизонтально в сторону от центрального от центральной оси а центральный проводник мы срезаем срезаем мы укорачиваем и потом две почки оставляем и через почку удаляем 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 и тут образуется потом ветки однолетние с тупыми глами отхождения когда мы эту процедуру сделали потом смотрим чтобы боковые ветки нижние нижние расположенные не превышали центральный проводник веток значит тут мы удаляем на боковую ветку тут мы удаляем сильную ветку развитую на боковую менее развитую ветку так у нас сформирован центральная ось верхней части проводника фактически сформирована так как тут ветки однолетние не превышает 60 сантиметров в этом году тут образуются плодушки они уже даже сейчас вот есть и так верхнюю часть кроны мы сделали теперь более нижний ярус смотрим мы должны ветки однолетние которые больше метра или метр все удалить на боковые или сократить или удалить что мы сейчас и делаем вот сейчас мы сделали и осветлили крону второго яруса это так я по умолчанию и так мы тут смотрим тут очень много плодовых образований вот плодовые образования у сливы они двух типов они на шпарцах на веточках и на шпарцах вот тут нельзя так сказать что только на шпарцах на капецах тут еще есть и веточки на этих веточках тоже есть плодовое образование что отличает ее от черешни и особенно от персика у персика так не ведет себя теперь работаем с низной частью кроны значит очень развитые ветки смотрим которые затеняют крону смотрим вот эту мы сейчас удаляем она очень сильно развита удаляем эту ветку мы в горизонтальное положение путем вот таким путем делаем она будет в горизонтальном положении эти ветки на боковые эти ветки большие сильные удаляем сейчас посмотрите какая будет красота удаляем эту ветку сильную которая загущает крону мы удаляем эти ветки которые загущают и вертикально строго вверх мы удаляем эту ветку и эту рогатку мы удаляем вот смотрите сейчас через пять минут это слева будет ляля эту ветку мы удаляем потому что она затеняет эту это дерево тут отлично потому что нижний ярус должен быть длиннее чем вверх расположенный ярус тут уже плодовое образование вот тут мы удаляем на боковую сильно развитую ветку и потом косметический косметический космическая обрезка это вот эти меленькие меленькие они на себя оттягивают полезные вещества и они тут не должны быть а то уже хозяин сам сделает фактически сейчас мы обрезаем сокращать одновременный прирост тут рекомендуем уже так в каждом будет пятый год что рекомендую умело использовать фитогормоны это гибереллины это цитокинины обцизовые кислоты брасинолиды регалис промолин вот этими веществами мы стимулируем образование плодовое образование это раз мы уменьшаем силу роста вот этих однолетних плодовое когда одноветний прирост больше метра итак умелым употреблением вот этих вот фитогормонов мы добьемся так что все дерево было плодовых образований а потом уже когда будет очень много плодовых образований надо будет когда уже плоды будут надо будет сделать еще прореживание зами и фактически чем мы тут выявили карликовый подвой крупный плод слива на плодовости довольно крупных размеров и очень высокий урожай так что тут не два в одном а тут четыре в одном плюс уважаемые коллеги яблоня итак прежде чем делать обрезку надо оценить итак что мы оценяем вот смотрите первая яблонька и вот вторая конечно это более сильно развито это менее но плодушек тут немножко меньше тут больше почему так произошло потому что тут сформирована она правильно дело в том что все боковые ветки отходящие от штамба под тупыми углами и все они примерно равные по диаметру что очень важно фактически мы тут обрезку можем делать только косметическую тут будет сумасшедший урожай и придется тут применять химическое прореживание завязи а вот вам второе дерево тоже такой сорт второе дерево смотрите какая тут ситуация дереву пять лет а фитогормонами тут не работали что получается вы посмотрите вот боковая ветка по диаметру равная штамбу это недопустимо и вот такая ветка и вот такая ветка внизу веток которые менее развиты нету поэтому фактически вот только одна мы ее обязательно удалим итак отсидели общее состояние дерева нагрузка тут будет выше средней но надо произвести обрезку на югославский пенек самые толстые ветки которые по диаметру две третьих диаметра штамба итак вот первая ветка югославский пенек раз вторая ветка югославский пенек смотрим и оттуда снова будет расти ветка вот эту Вова давай режь на югославский пенек надо отлично и вот толстая ветка на югославский пенек ничего правильно давай отлично да дайте сюда сучкорез уважаемые коллеги еще смотрите сучкорез это сучкорез купленный за границей Hyundai он считается только профессиональным на самом деле это очень плохой сикаток очень плохой сучкорез есть два типа это баха и это фэлка все итак когда мы обрезали толстые ветки сейчас у нас идет вот эта веточка кстати тут везде пусто она пойдет ее обрезать не надо и косметический косметическая обрезка ветки которые которые растут вертикально вверх и будет затенять крону и на боковую ветку где это есть возможность вот допустим тут на боковую ветку тут отлично вот вертикальная ветка которая идет на ось в крону она будет затенять смотрите как быстро идет обрезка она тут все-таки 6 соток надо обрезать время уже поджимает на боковую ветку на боковую ветку ни в коем случае нельзя нельзя укорачивать однолетнюю ветку вот тут ни в коем случае иначе сразу чертовая метла выскочит итак смотрим обрезали косметически косметически обрезали вот итак мы получили уже косметическую обрезку и после косметической обрезки у нас вырисовывается такая картина что тут нагрузочка будет выше средней выше средней фактически все смотрите доступ солнца ко всем частям дерева что наверху что внизу на ягославский пенек тут пойдут новые веточки вот так происходит обрезка и в промышленных масштабах надо ее делать очень быстро вот вот вот